Дизайн мира игры Вместе с нашими художниками, дизайнерами уровней, звукорежиссерами, мы посещали такие места, как атомные электростанции, заходили в школу, в больницы. Поэтому на этот раз они создают игровое окружение, отталкиваясь от реальных снимков и записей. Мы снимали в высоком качестве трещины на стенах, ржавые трубы. Потом мы использовали эти фотографии для создания реалистичных текстур и различных эффектов, таких как эффект разбитого стекла, например. Мы постарались выжать из отснятых материалов все, что только можно, чтобы сделать мир игры как можно более правдоподобным. Если ты хочешь держать игроков в напряжении, то надо постоянно удивлять их и не позволять им почувствовать себя в безопасности. Иногда можно позволить им войти в темп игры, а потом резко изменить их. Во время ключевых игровых сцен мы будем менять палитру краски. Сцены жестокости мы изобразим в агрессивных тонах, оранжевых, красных. А если нужно просто рассказать что-то о сюжете, то мы используем более холодные, синие и зеленые тонны. Конечно, есть оттенки, которые невольно ассоциируются сами. Их мы будем использовать тогда, когда она будет приближаться. Иногда игрок будет видеть мир так, как его видит Аль, ее глазами. И цветовое оформление этих эпизодов будет очень специфическим. Эти видения будут повторяться вновь и вновь, каждый раз дополняясь новыми элементами. И они помогут вам лучше понять, что происходит в мире игры на самом деле. События в Fear 2 начинаются за полчаса до окончания событий оригинального Fear. Играя за другого персонажа, вы сможете увидеть окончание первой игры с другой точки зрения и лучше понять, что же произошло в конце первой части. Главный герой сиквела, Майкл Беккетт, член специального подразделения, посланного взять под стражу жены Деву Аристит, главу корпорации Armacam Technology. Под прикрытием аэрокосмической компании это предприятие проводит сверхсекретный военный эксперимент. Миссия предвещает быть самой обыкновенной. Но вдруг происходит этот взрыв, который вы видели в конце первой игры. После него все меняется, и рутинная миссия превращается в борьбу за выживание. Некто влиятельный и сам не желает авости ослица земли целый город. После этого он послал на место катастрофы огромное число чистильщиков, чтобы те уничтожили все улики. Этот некто хочет воплотить в жизнь так называемый проект-источник, который предполагает на основе генетического материала Альмы создать военачальников, способных телепатически управлять целыми армиями. После того, как Альна встречается с Майклом Беккетом, она начинает преследовать его. Она скрывает свою трагедию, копит в себе боль, и от этого становится все более разрушительной. Майклу предстоит пройти нелегкий путь, чтобы остановить ее прежде, чем она уничтожит все. Искусственный интеллект На концептуальном уровне наш АИ работает просто. Вся его сложность появляется только тогда, когда речь заходит от деталей. Главный мотив его поведения — выполнение задачи, а в такой игре, как ФИА, главная задача, естественно, убить противника. Во второй части ФИР наш АИ гораздо лучше ориентируется в пространстве. Мы научили его по-новому взаимодействовать с окружением. Теперь он умеет прыгать, отталкиваясь от стен, перепрыгивать перила из стола гораздо более естественно, чем раньше. Во время перестрелки наш искусственный интеллект будет выбирать для себя наиболее выигрышные позиции, в зависимости от того, какую точку обороны займет игрок. Еще одно большое улучшение по сравнению с первой частью — это то, что теперь враги смогут занимать укрытие задвиженными объектами, такими как стол или автомобиль. В случае, если этот автомобиль будет откинут взрывом, враг поймет это и спрячется за ним уже в новом месте. Мне очень нравится, как мы реализовали реакцию врагов на возгорание. Они реагируют на это очень эмоционально, начинают махать руками, паниковать, кричать, бросаются к воде, и все это вызывает неописуемое чувство отчаянной борьбы за выживание. Наш AI не перестает удивлять меня. Несколько раз какой-нибудь враг отбегал меня со стороны, прятался за опрокинутый шкаф и бросал в меня гранату. Каждый раз они выкидывают что-то новое. Движок игры Разрабатывая последние два поколения нашего движка, мы старались усилить в нем то, что делало нашу игру особенной, что выделяло ее среди прочих. Как нам кажется, такими элементами были динамическое освещение и впечатляющие спецэффекты. Мы старались сфокусироваться на них при переходе на новое поколение консоли. По ходу разработки новых частей игры некоторые вещи нам удалось реализовать даже лучше, чем мы могли себе представить. Одной из таких вещей была графическая технология под названием Real-Time Volumetric Rendering, позволяющая световым лучам реалистично пробиваться из-за краев объектов, таких как, например, дерево, или тускнеть, если на их пути встречается пыль. Такие эффекты значительно усиливают правдоподобность игрового мира. Мы постарались вывести буквально каждый элемент движка первого FIA на новый уровень. Например, значительно повысилась разрушаемость окружения. Вы могли видеть это в ролике о моторизованной броне, где целый квартал превращается в обломки. Можно сказать, что FIA 2 — это то, какой мы хотели видеть первую часть игры, плюс множество потрясающих нововведений. Мы добавили кинематографические эффекты, такие как размытость объектов при движении и глубина резкости. В общем, мы приняли все возможные меры, чтобы сделать игровой опыт как можно более реалистичным. Невоспетые герои Monolith Productions — сотрудники технической поддержки. Привет, меня зовут Адриан Дюпре, я IT-менеджер Monolith Productions. Мы следим за тем, чтобы хорошо работали все компьютеры, серверы, чтобы сеть не падала. В общем, мы делаем так, чтобы остальные сотрудники могли думать только о создании игры. Привет, меня зовут Спенсер Майерс, и я старший системный администратор Monolith Productions. А я Ууди, в службе поддержки тут работаю. Я Март, самый понтовый специалист по системам и сетям. Меня зовут Джош, и я здешний СИС-админ. Я Рэнди Кауэт, работаю специалистом по технической поддержке операционных систем в Monolith Productions. Моя работа состоит в том, чтобы помогать нашим сотрудникам, которые не разбираются в компьютерах, хотя работают за ними круглые сутки. Мне звонят, и я отвечаю на вопросы. Да, Спенсер слушает. Привет, Спенсер. Это Джейкоб. У меня проблема. Привет, Джейкоб. В чем дело? Все очень медленно работает. По-моему, мне нужен новый кабель для компьютера. Какой кабель тебе нужен? Я не знаю. Здесь их так много. У меня нет кабеля. У меня пропали файлы. Мне удалили мозг. Он такой пластиковый и немножко блестит. Позволю себе заметить, Джейкоб, что большинство кабелей пластиковые и немножко блестят. Поэтому я и прошу тебя немножко уточнить. Будь так любезен и скажи, какой тебе нужен кабель? Уточни! Работа в службе поддержки не для слабонервных. Нет, я хочу помочь тебе. Я хочу, чтобы работа над игрой шла гладко. У меня хронический стресс. Это не первый кофе, который я пью сегодня. Даже не третий. В следующем выпуске невоспетых героев Monolip Productions. Нажмите ресет еще один раз. Вот, логово жла. И еще один. А это женский туалет. Пойдемте. И еще разок. Программа активирована. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...